добрый день дорогие друзья с вами капля сегодня я хотел бы закончить говорить о втором второй части периода успеха вопросом а как же мое призвание знаете когда мы были молоды когда мы мечтали мы думали о своем призванием главном призвание но потом были увлечены достижением успеха и забыли об этом как-то один мой знакомый рассказал о беседе со своим другом который уже в годах находясь на смертном одре он плакал его спрашивали почему ты плачешь где-то я не боюсь смерти с этим у меня все в порядке я плачу от того что именно сейчас до меня дошло что всю свою жизнь я хотел быть летчиком но проработал инженером потому что побоялся пойти поступить в летные я побоялся это сделать потому что мне показалось это недостижимым и я всю свою жизнь занимался тем что не особо любил я делал это ради денег знаете друзья в чем проблема многих из нас мы теряем из фокуса своей жизни наше истинное призвание то о чем бог говорил к нам то что мы понимали внутри себя что это действительно для нас важно мы для этого пришли в этот мир мы для этого должны по сути жить но мы побежали за успехом как правило это финансовый успех и мы потеряли это призвание и мне хочется закончить говорить о второй части на периода успеха именно этим вопросом может быть стоит принимая решение поступить еще более радикально чем мы говорили до этого не просто развернуть себя нравственно а может быть просто оставить все и пойти за своей мечтой пойти за своим призванием может быть ты мечтаешь быть музыкантом может быть ты хочешь быть фермером может быть ты хочешь быть летчиком это живет в твоем сердце но движешься в другую сторону чтобы не плакать потом сожалея в пустую потраченных годах да и что годах всей жизни может быть стоит хотя бы на середине и и развернуться в другую сторону